Главы сельских поселений отчитываются о результатах деятельности за 2021 год. На открытой сессии совета итоги работы подвел глава Белоглинского сельского поселения Александр Слюсаренко. Доходная часть бюджета составила почти 133 миллиона рублей. Главной бюжетообразующей отраслью является сельское хозяйство. На территории Белоглинского сельского поселения производством сельхозпродукции занимаются два средних предприятия. ООО имени Ленина, ООНИВА, два малых предприятия ООО «Заречье» и СПК «Восход», крестьянско-фермерские хозяйства, а также личное подсобное хозяйство. По результатам уборки наибольшего урожайно сезимой пшеницы ООО имени Ленина, ООНИВА и СПК «Восход». Среди крестьянско-фермерских хозяйств КФХ «Журавлёв». На территории Белоглинского поселения около 7 тысяч личных подсобных хозяйств, которые занимаются разведением крупного рогатого скота, овец, нутрий, кроликов. Три сельхозпредприятия занимаются свиноводством – Общество имени Ленина, НИВА и Заречье. Общее поголовье свиней составляет 55 тысяч голов. На территории поселения действует более 200 объектов розничной торговли и бытовых услуг. Ремонтируются и благоустраиваются территории объектов образования, здравоохранения и культуры. Повышается качество энерготепла и водоснабжения. Проводятся плановые строительно-монтажные работы. В отчетном году в рамках производственной программы силами предприятия выполнены работы по замене четырех насосов на артезианских скважинах и головном водозаборе. Произведен ремонт трех водонаборных башен в системе Рожновского. Выполнен ремонт десяти источников наружного пожаротушения, пожарных гидрантов. Реконструкция уличных водопроводных сетей по улице Веры Карасьевой, от улицы Кооперативной до улицы Гоголя. Ремонт двух разводящих колодцев с заменой запорной арматуры. В рамках государственной программы развития сети автомобильных дорог Краснодарского края проводятся ремонтные работы дорожного полотна в асфальтовом и гравийном исполнении, тротуаров и пешеходных дорожек. Ремонт участка дороги по улице Красной, от улицы Южной до Октябрьской. Протяженность 0,3 километра. Ремонт участков тротуарных дорожек общей протяженностью 2,3 километра по улицам Железнодорожная, улица Чехова, Толстого, Крестьянская. Общая стоимость 11,5 миллионов рублей. За счет средств бюджета поселения выполнено устройство подводящей тротуарной дорожки детскому саду номер 3 по улице Спортивной и устройство автопарковки. В феврале этого года в пользование Белоглинского сельского поселения герой труда Кубани Петр Даньшин предоставил комбинированную машину для чистки дорожного покрытия. Машина будет использоваться для мойки центральной улицы, для полива деревьев насаженных и цветов. Также ее можно использовать при небольших пожаротушениях. Машина еще универсальна тем, что она переоборудуется с водяной емкости, ставится бункер для разбрасывания песко-соляной смеси и впереди ставится лопата для отбрасывания снега в сторону. Александр Слюсаренко рассказал о планах на 2022 год. Поселения участвуют в краевых программах и приоритетных проектах. Комплексное развитие сельских территорий, формирование комфортной городской среды, в рамках которых продолжится благоустройство белой глины. Планируется реализация проекта благоустройства. Улицы Красной от улицы Южной до улицы Пролетарской, села Белая Глина, Краснодарского края, первый этап, от улицы Южной до улицы Первомайской. Стоимость 57,2 миллиона рублей. Федеральный бюджет 44,5 миллиона рублей, краевой 1,8 миллиона рублей, местный бюджет 10,9 миллиона рублей. В завершении своего доклада глава поселения поблагодарил губернатора Кубани, депутатов Законодательного собрания Краснодарского края, главу Белоглинского района, руководителей предприятий и всех неравнодушных жителей, которые принимают активное участие и вносят вклад в социально-экономическое развитие белой глины. О работе депутатов рассказал председатель Совета Белоглинского сельского поселения Денис Васильев. Глава района Олег Ефимов поблагодарил Александра Слюсаренко и депутатский корпус за слаженную плодотворную работу. Пожелал дальнейших успехов на благо и процветание белой глины и муниципалитета в целом. Поселение не стоит на месте, двигается вперед, ставит задачи и добивается. Делается многое. И это, в первую очередь, я хочу сказать, не как глава района, а как житель села Белоглина, который передвигается по улицам нашего села. Предлагаю признать работу Белоглинского сельского поселения удовлетворительной. А работа главы администрации Белоглинского сельского поселения единогласно признана удовлетворительной.